Дима, очень приятно с тобой познакомиться. У тебя такая улыбка. Ты всегда улыбаешься? Не всегда? Это для нас только у тебя такое хорошее настроение? Он стесняется. Его сейчас разговоришь, потом он не замолчит. Расскажите о своем воспитаннике. Вы его знаете хорошо. Веселый, активный мальчик, занимается спортом, любит рисовать, выступает всегда на каждом празднике, танцует, поет, стихи рассказывает. Как ты артист будущий? Я рисую море голубые дали. Вот такое море просто не видали. У меня такая краска голубая, что как волна живая, как любая. Я сижу тихонько около прибора, окунаю кисточку, море голубое. Все. Застеснялся посторонних и камерой Димка. В рот воды набрал. Ответы на вопросы из него вытягивать пришлось. А так он парень шустрый. Даже слишком. Воспитатели говорят, что тормозить его бурные эмоции приходится порой. Скромный, добрый, помогает всегда всем. В беде никого не отставит. Всегда заступается за маленьких. А в детдоме давно? В детдоме два года. А почему ты сюда попал? Что-то было не так в своей жизни. Цыганский подкидыш этот мальчонка. В свидетельстве о рождении в графах о родителях прочерки. Какого роду племени? Можно только гадать. Вспоминает Дима большую цыганскую семью, в которой рос с теплотой и любовью. Другого дома он не знал, а может знал, да не помнит. Дим, ты представляешь свою жизнь в семье? Ты мог бы полюбить маму, папу? Мог бы? Вопрос о том, какая должна быть мама, ввел Димку в серьезные раздумья. Что ты хочешь, чтобы мама с тобой делала? Вместе? Все. А ты подробнее? Чтобы она с тобой в футбол ходила играть? Или до этого папа есть? Папа. Ну, либо брат, либо папа. А с мамой, чтобы ты с удовольствием делала? Рисовала. А готовить ты бы ей помогал? А потом не убирать? Это мужское занятие или женское? Женское. Мусорить мужское, а убирать женское? Да. Мы распределили обязанности. Себя мальчик обслуживать умеет. Научили воспитателей стирать и готовить, и гладить. Правда, последнее занятие Димке не по душе. Я не люблю. Я могу не сам не спалить этот кастель. Ну, это же все с опытом приходит. Пару раз спалишь, потом получится. А какое занятие ты любишь, по-моему? Не спи. Спать любишь? Нет. А вот что Дима точно любит, так это животных. Особенно собак. У тебя была собака когда-то? Да. Расскажи, как ее звали? Ее имя точно не забыл, но она была хорошая. Она была большая, рыжая и добрая. И жила в будке. А такой он мечтает. А еще хочет жить в доме, и чтобы семья была большая. В доме, ну, там больше места, чем в квартире. Квартира может быть и маленькая, и что больше. А еще мечтает Дима стать полицейским. Форма красивая, и никого они не боятся. Тебе учиться надо, тебе надо спортом заниматься. Тебе надо быть умным, смелым, сильным. Тебе надо оружием уметь водить, тебе надо машину водить. Посмотри, сколько у тебя дел. Ты чем-то уже полезным занимаешься? Спортом занимаешься? Да. Каким? Кипбокс. 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 Ну, он учится средненько. Он старается, хочет хорошо и исправляет оценки. Ну, троечки, четверочки. В среднем учиться. А что ему мешает? У него усидчивый? Да, не усидчивый. У него очень много энергии. Рисует, поет, танцует, бегает. Вот это он делает с удовольствием. Страница 107. Страница 107. Страница 107. Разве? Страница 144. 144. Гора. Ау. Проверочное слово. Горы. Нора. 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 Дима. 2004 года рождения. Живет в детском доме. Учится. Занимается спортом. Рисует. Читает стихи. И ждет тех взрослых, которых можно будет полюбить. Ждет родителей. Информация о мальчике по телефону Министерства образования Ростовской области. 240-49-47. Телефон редакции 203-65-61. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова